Пару недель назад я сделал видео о том, что у меня есть интернет-друзья. Что по-своему очень круто. Но, конечно, самый большой недостаток иметь друзей в другой части света, это то, что вы не сможете общаться вживую. Или можете. И так, как вы почти все наверняка знаете, я интроверт. Знаю, что шокировал. Но я никогда по-настоящему не наслаждался от огромного числа социальных контактов, или тусоваться с более чем двумя людьми одновременно. Я как Netflix и отдых, но только как простой человек, который расслабляется от просмотра. Поэтому я ожидал, что встреча с интернет-друзьями будет, ну знаете, крутой. Или может быть немного неловкой, потому что я не очень хорош в целом, не прячусь за картинкой мультяшного котейки. А потом случился Виткон Лондон. Поначалу я даже не собирался присутствовать там, потому что я не люблю тратить деньги впустую. Вот вы думаете, что ютуберы будут жить в особняках и смеяться над простыми людьми, работающими в рознице? Как бы не так. На самом деле, получать зарплату с ютуб всё равно, что сыграть в лотерею. Но, к счастью, именно в этом месяце у меня всё получилось довольно хорошо, и на этот раз мне не пришлось заменять компьютерную педаль за 600 евроландов. Так что у меня было немного денег на расходы. А в это время в сообществе ютуберов Европы ходили слухи. Эй, в этом году Виткон будет в Лондоне. Ты пойдёшь? Я иду. Но я всё ещё цеплялся за свои деньги и за всех сил. Ведь что цена за перелёт, что оплата за проживание в отеле, что и сами билеты были очень большими. Уф. Но список крутых челов просто продолжал расти. Что в конце концов заставило меня сто раз подумать. Это было не так просто, как с покупкой видеоигры, или новой одежды, или пожизненного запаса пончиков. Это одноразовая возможность. Я мог бы подождать следующего месяца и купить свитч, но тогда бы я упустил возможность поехать на Виткон Лондон 2019. Мне сначала было трудно тратить столько денег на то, что в конце концов закончится через 3-4 дня, в то время как консоль будет у тебя вечно. А вы знаете, что так же длится вечно? Воспоминания. И боже мой, есть ли у меня воспоминания? Это не будет преувеличением сказать, что встреча с друзьями из Ютуба была лучшей частью всей моей поездки на Виткон. Ну то есть, большинство людей ходят на Виткон в основном, чтобы встретиться с друзьями, как я знаю. Но я не ожидал, что это будет так офигенно. Я до сих пор не могу смириться с тем, как легко я со всеми ладил. Это был я, пришедший после нескольких лет сидений дома, потому что мне не с кем было тусоваться, и мне было неловко заводить новых друзей. С которыми я раньше только переписывался, но никогда не встречался лично, как если бы мы дружили всю нашу жизнь. Чёрт возьми, даже люди, с которыми я раньше никогда не разговаривал. Я, я не могу щелкнуть пальцами. Чёрт, чёрт. Просто потому, что мы друзья. Нет, серьёзно, я никогда раньше не чувствовал себя так комфортно и включённым в большую группу людей. А вы все просто... люди. Нет чисел плавающих над нашими головами и думающих, ах, они, наверное, слишком заняты, чтобы разговаривать со мной. Или с кем-то ещё. Вы все просто куча чуваков, которые любят снимать ролики для интернета, и кто хочет потусоваться и повеселиться в Лондоне. Зашибись. А потом тебя тащат обратно в свои собственные страны, а кошелёк начинает петь романсы. По-моему, это самый главный минус иметь интернет-друзей. Эти люди живут в милях и милях от вас, что делает встречи, опять же... И, понятное дело, очень тяжёлым. Не говоря уже о том, что вы молодёжь, которая учится в школе, либо работает за гроши, и точно не может позволить себе ежемесячно кататься по стране. Вернувшись домой, мне стало очень грустно. Мне действительно не хватает общения с группой людей, которые все тебя понимают. Увидеть город и вместе повеселиться. И теперь у меня есть желание посетить как можно больше мероприятий, чтобы пообщаться с более классными людьми. Что, очевидно, очень сложно. Потому что поездка стоит много денег. Но сейчас я откладываю свои накопления на витком США 2020. В девятнадцатом году это немного слишком рано, чтобы накопить так много денег. Но я никогда раньше не был в Штатах. Так что у меня появилась возможность немного повидать страну и пообщаться с американскими друзьями. Звучит слишком круто, чтобы отказаться, да? Я знаю, что многие из вас живут в старых добрых Соединённых Штатах. Так что, возможно, я вас увижу. В целом, я очень рад, что набрался смелости и денег, чтобы поехать на виткон в Лондоне. И это событие действительно изменило мою жизнь. Поначалу я думал, что ненавижу все формы социального взаимодействия с людьми. Но нет, я просто никогда не был рядом с нужным человеком. Жаль, что все эти люди, с которыми я общался на витконе, живут так далеко. Но, ребята, такова жизнь. На этой земле семь миллиардов человек. Ну и, конечно же, те, с кем ты хочешь общаться, вряд ли будут жить с тобой в одном городе, не правда ли? Если вы не один из тех, которые сразу дружат со всеми, кого вы встречаете... А если так? Научи меня. Ну да, на этот раз я не буду вдаваться в подробности, как вы должны встречать людей из интернета, потому что повторение — мать учения и приближение лентяев. Поэтому вы знаете. А если вы встретили друга из интернета лично и у вас есть крутые истории об этом, бегите в комментарии. Я прочту. Спасибо за просмотр и приятной вам... жизни. Перевел и озвучил Камрад Эль Бабучу на основе перевода от Оверборда. Если вам понравился ролик, ставь лайк, подписывайся на канал, а по ссылкам ниже в описании ты можешь перейти на оригинальный ролик Чипфика и на мою группу во ВКонтакте. Вот такие вот дела. Не скучайте.